Подмосковные вечера Князь Серебряный И новый концерт для зрителей Сереж, я сейчас так длительно перечисляла ваши замечательные титулы Но, пожалуй, я забыла еще один Который мне, например, нравится больше всех Человек-праздник Я думаю, что это лучше всего Потому что титулы Я настолько к этому очень спокойно отношусь У нас сейчас многие имеют титулы Которые умеют петь, которые не умеют петь Поэтому я к этому очень спокойно отношусь Для меня самое главное, чтобы я дарил людям праздник И мог петь И просто Своих зрителей Наслаждать своим голосом, музыкой И всем тем, что нужно Для моего зрителя Но говорят, что вот Человек-праздник, вы не только на сцене А и вне ее Это действительно так? Вся ваша жизнь сплошной праздник? Или иногда будет недолея? Я даже не знаю, просто дело в том, что Я стараюсь сделать так, чтобы в моем окружении Всегда было очень хорошо и уютно и комфортно Моим собеседникам, зрителям и так далее Там, где я нахожусь В настоящий момент я нахожусь сейчас на телевидении здесь И хочу, чтобы здесь было тоже очень хорошо И довольно-таки нормальная, хорошая программа У вас уникальный голос И вы занесены в книгу рекордов Гиннесса Как обладатель голоса диапазоном в 4 октавы Это дар от Бога? Или вы так планомерно над этим работали? Нет, ну как? Над этим работать нельзя Это сейчас, допустим, делают очень много начинающих певцов Которые через компьютер, через все что угодно, через фонограмму Могут быть, скажем, от работы По меру своей, допустим, работы Насыщенности на студии Они могут выглядеть и петь довольно-таки хорошо И говорить, что они такие прекрасные И, скажем, фонограммчики, которые дают зрителям Не то, что хотелось бы живое У меня голос от природы И поэтому я стараюсь его как-то, ну, более развивать А природа то, что я могу еще петь без микрофона Выходить в зал И, в общем, это все делается Потому что не признаю фонограммы И не выношу, когда люди поют под фонограммом То есть вы не пользуетесь фонограммой никогда на концертах? Ну, практически никогда Бывает, пользуюсь я тогда, когда, скажем Ну, нет, у нас телевидение, к сожалению Еще не дошло до того уровня, чтобы снимать Там, например, если снимается где-то за границей Любой какой концерт, там Тина Тернер Или там Питер Габриэл Там Роллинг Стоунс То они снимаются живьем И у них как-то это уже принято Они могут это снимать Наши еще не совсем привыкли Потому что очень много у нас, по-моему, больше фонограммчиков Чем не фонограммчиков на эстраде Поэтому очень сложно записывать живой концерт Я уже это знаю И, допустим, если когда-то ты запишешься живьем То потом надо переписывать что-то на студии Дописать, еще что-то делать Это очень сложно Но я стараюсь И настаиваю на том, чтобы всегда было все живьем Вот мы сейчас заговорили о загранице Создается такое впечатление, что вы больше любите выступать за границей И больше времени проводите там Нет, вы знаете, в последнее время я провожу больше времени здесь Потому что очень занимаюсь сейчас строительством своего загородного дома И мне, скажем так, приятнее выступать для моих зрителей здесь Потому что больше душа русская тянет больше к России Но комфортнее выступать за границей Комфортнее То есть комфортнее, это если, допустим, ездишь по нашим городам И приезжаешь в такие концертные залы, что ужасно Там пол ужасный Там света нет Звука достаточного Нет кондиционеров Там шарка, еще что-то А за границей приезжаешь Вот я выступал год назад в Майами Концертный зал, где очень много звезд переступало И там сразу чувствуешь Заходишь в помещение прохладное Когда на улице там 35 градусов жары В Майами всегда жарко И чувствуешь, что там на сцене двигаются декорации Что там не надо ничего прибивать Как и нашим там в концертных залах Там еще что-то делал Там сразу все развешивается Все передвигается, все движется И поэтому свет хороший, звук хороший То есть по комфортности за границей лучше А по зрителям пока мне нравится здесь Ну, по зрителям по своим я говорю Потому что кому-то я могу и не нравиться Это естественно И поэтому я говорю все это для своего зрителя Которого я очень люблю и уважаю А насколько часто вы в подмосковных городах выступаете? Ну, часто не могу сказать Тогда, когда есть время Потому что еще очень сложно выступать В подмосковных вечерах, хотел сказать В городах Дело в том, что города маленькие И чтобы набрать моих зрителей Это очень сложно Сложно потому, что я пою не коммерческую музыку Я же не пою там, скажем Три кусочка колбаски Или там юбочки из плюша А здесь народ более проще Может быть, любит больше такие песни У меня более серьезная музыка И поэтому Не знаю, насколько будет сегодняшний концерт И поэтому для меня В областях И вот под Москвой выступать Гораздо сложнее, нежно, чем в Москве В Москве можно сделать много концертов И будут с полной аншлагами Здесь сложно В других городах, в больших городах Тоже нет сложности Потому что Есть города, которые миллионные Там можно делать несколько концертов Здесь не такая численность населения Поэтому и не ту музыку поет Которую бы Хотели бы В общей массе зрителей слышать Ну, я надеюсь, что Концерты предстоящие Немножечко изменят ваше мнение О подмосковных городах Но это в будущем Дай бог Я буду только радоваться Потому что Я знаю Неспроста просто я эти вещи говорю Просто бывают такие ситуации Потому что я знаю Мне говорят Вот, Серега, ты там не те песни поешь Там нужно будет что-то более другое Но доказательство тому Что я пою правильно песни По реакции Скажу, бывает презентация В казино Метелец Очень часто На Калининском проспекте Там Хлебниковой Аллегровой Андрея Губина Хит-парады Там еще какие-то там Приглашают меня Там Лолита Ну, постоянно меня приглашают Очень много я Общаюсь Раньше как-то не очень Так я как-то был замкнут А сейчас много Общаюсь с нашими певцами С коллегами И они чувствуют во мне Не только друга Но то, что я еще веселый человек В общем, приглашают И думают, что я там Какие-то буду Быстрые песни петь И я всегда две песни пою Одну песню я пою Более такую Какую-нибудь попсовую Ну, примерно По-моему, может быть, она попсовая А на самом деле Она, может быть, не такая попсовая А вторую песню я всегда пою классику Я чувствую, как вот зрители Каждого человека встречают Приезжают там стрелки, белки Там карамельки Там все Их столько много Сегодня белки Завтра поменялись Там стрелки появились То есть их столько всего Столько много Это в разнообразии безголосого Поэтому как-то проходит И вот на фоне всего этого Я пою серьезную музыку Поэтому очень так вот Зрители сразу затихают И прекращаются там Есть там И греметь по тарелкам И это очень приятно Что в таком зале Среди своих коллег Я заставляю зрителей Слушать ту музыку Которую вечную Сереж, а какую музыку Вы сами слушаете? И вообще вот что-то Из российской эстрады В принципе Слушаете, любите? У нас есть Бок-вокалистка У меня певица Она говорит Я, может быть, в чем-то ее поддерживаю Если слушать российскую эстраду То можно получить ракушей Просто дело в том, что я Воспитывался на неграх Всегда пел блюзы Джаз И я всегда Любил Бунием Абе Джош Майка Элтон Джона Элла Фиджеральд Луи Амстронга Наталья Кол Барри Вайт И сейчас очень новое направление Кафе Дель Мара Кафе Наибице Я очень люблю такую музыку То есть она И не Попсовевшая до такой степени И не классическая Она между этим и этим И очень много В таких красивых клубах ее слушают То есть прогрессивно Которые там Сейчас заняли первое место Там как Москва-Берлин Как музей-клуб Как галерея То есть абсолютно другая музыка Как вот клуб 13 Недавно сейчас приезжал мой друг Бой Джордж туда Вел дискотеку То есть он был как диджей И очень хорошая музыка Джаз Но в таком современном В каком-то таком Дранном ритме С рэпом В перемешку Но очень красиво И мне нравится такая музыка Поэтому Я стараюсь больше смотреть Спутниковое телевидение дома Нежели наше эстраду Эстраду из наших Я слушаю только единицы Ну а кто эти единицы? Ну Магомаев Садкилава Лариса Долина Ирина Отьева Никита Группа премьер-министр Юлия Начавова Из молодежи Ну а так Ну остальное нет Это просто мои любимые песни Там Сусова Павлиашвили То есть я люблю гласистых Те, которые петь могут Без фонограммы Без фонограммы, да Сереж, говорят У вас перед концертом Существуют какие-то такие Удивительные, замечательные ритуалы Которые вы регулярно исполняете До концерта И после концерта Есть какие-то традиции По Пенкину Можно об этом? Ну я всегда люблю Здесь-то я, конечно, не успею Всегда в какие города я приезжаю Покупать парфюм Чтобы всегда в зале пахло Хорошим парфюмом Чтобы запах был хороший в зале Чтобы по мере возможности Если очень грязный зал Я просто заставляю Организаторов, чтобы уборчество Брали в зале Если есть ковры, постели Или какие-то ковровые покрытия Если нет, то я заставляю кого-то Поехать в Нермак Купить это Чтобы чувствовали себя люди Не в кинотеатре С семечками Какой-то такой дешевый А чтобы более-менее Более-менее Потому что это очень сложно Чтобы люди себя чувствовали комфортно И чувствовали, что они на концерте А не в каком-то там Непонятном сарае Вообще очень редко Можно заметить, когда Люди зимой приходя В сапогах начинают переодеваться Женщины надевают туфли Вот очень редко можно увидеть Такое на концертах Вот на ваших концертах Это есть Наверное, вот связано Ну, я стараюсь Потому что я стараюсь Нести какой-то нормальный Хороший этикет Чтобы в зрительном зале Было хорошо И чтобы люди себя Почувствовали как-то вот Как-то в одном концертном зале Я не помню, где это было Был очень страшный холод И я в райдере всегда пишу Чтобы во время зимой Чтобы температура Я этого чувства Тоже увидел Уэтни Хьюстон в райдере Что в концертном зале Было не меньше Не менее Плюс 22 градуса И пригнали солдат В этот Или там пожарник Я не знаю В этот концертный зал И нагоняли турбины Тепло Чтобы было в концертном зале Тепло Потому что люди приходят Они должны чувствовать Чтобы показать Свои там роскошные платья Показать там Кто-то бриллианты Кто-то бижутерию красивую И поэтому хотелось бы Чтобы люди чувствовали Что они пришли в театр Настолько мало праздников У нас еще Притом в провинции Москве-то еще много А при том в провинции Хочется, чтобы люди Расслабились И чувствовали себя Что они пришли Действительно на какой-то Ну спектакль Мюзикл Там как угодно назвать Концерт Потому что, так сказать Шоу Это очень избитое слово Слово шоу Это должно как быть Как Мулен Руш Или как там В Лас-Вегасе Когда там Даже на сцене быть Там летать Фонтаны Фейерверки Вот это шоу Вот Но я отношусь более Ну шоу делают те певти Которые пить не могут Я более другому придерживаюсь Я думаю, что у меня Должны быть музыканты Чтобы у меня Должны быть Настоящая живая музыка Хорошая музыка Сейчас я ходил на концерты Рика Клэптона Ничего лишнего не было Был черный кабинет Он менял очень много гитар Сидели музыканты И чтобы не отвлекало Мне от всего Зрителей Я думаю, что это Самое Самое приятное Самое хорошее Чтобы были В первую очередь Для Я считаю себя Не звездой А музыканты В первую очередь И я хочу Чтобы рядом со мной были Настоящие профессиональные музыканты Которые сегодня со мной есть Очень музыканты Профессиональные Потому что Кто-то работал у Сюткина Кто-то у Зинчука Кто-то в оркестре Лундстрэма Кто-то в двух роялях То есть каждый человек Один в джазовом Как он тоже Оркестр То есть у меня люди Такие Ну Скажем Такие большие Акулы В музыке Профессионалы Поэтому я Мне приятно с ними работать вместе Мы сейчас с вами заговорили О музыкантов А кто вам пишет музыку Кто вам пишет текст С какими авторами Вы предпочитаете С авторами я работаю С разнообразными Но не с именитыми Потому что Как правило Они зажравшиеся уже И хотят быстрее денег Нежели искусство Творчество Я больше хочу творчества Поэтому я ищу Более творческих людей Приходят мне в каком-то городе Сдают там Кассету или диск Я прослушаю И если мне нравится Мы созваниваемся Я плачу за это деньги И покупаю песню Если человек отказывается от денег А бывает очень много таких случаев Я все равно плачу Потому что каждый человек Должен получать за свою работу И на что-то как-то кушать надо А сами вы не пробовали писать? Или может быть пишете? Нет, у меня есть какие-то песни Но я не могу Именно вот Выразить песню Она должна вот Или быть Или не быть То есть постоянно Вот к чему-то стремиться Я так вот не могу Если она Рождается песня Я ее пою Я в нашем разговоре Хочу еще немножечко вернуться Вне сценической жизни Потому что вот то, что на сцене Оно видно Этот профессионализм Мы его видим А вот что вне сцены? У вас есть какая-то такая черта характера? Или может быть Какие-то такие пристрастия? Какой вы вне сцены? Вот как вы сами определили свой характер? Ну вот вчера Не знаю Вы смотрели программу или нет М1 Идет она у вас или нет Не идет такая передача? Программа идет Но к сожалению Вот вчера была звездная разведка И вот вчера я там играл Значит это дизайнера Парфюмера Который делает свои духи Одеколоны И играл охранник На Варбатском Все это показывали И Ну вот пристрастие вне сцены То есть я очень Хотелось бы быть Сыграть Ну Какого-то прекрасного Старого Актера Типа Милляра И хотелось бы сыграть сказки Потому что сказок нет практически Показываются какие-то звездные войны Все это Американские страстные Страшные Ужасные какие-то мультфильмы Когда у нас своих мультфильмов Настолько много интересных Хороших и добрых А сейчас очень много Боевиков Очень много крови Очень много Насилия Нет вот тепла Доброты Праздника Каких-то вот Ну скажем Добрых Хороших фильмов Это очень плохо А вас никогда не приглашали Сниматься в кино? Ну Я снимался двух фильмов Публикация Студия Горького Танц на крыше Там еще Ну были такие эпизоды Но Я эти фильмы В принципе На прокате не видел Ну А в планах нет Заняться вот еще Кинобизнесом Нет Но если Я озвучил мультфильмы Бременский музыкант Тридцать лет спустя Там У меня было две роли Охранник И учитель Петух Вот этот музыкант Вот Что еще Ну Наверное Хотелось бы Сняться Если будут приглашать То конечно Я где-то снимусь Может быть там Миляра сыграет Где-нибудь там Об Егоек Еще бессмертно Вот Но Не знаю Пока все это В проектах Хотелось бы Чтобы Люди Больше вкладывали В экономику У кого очень много денег Они же Царские банки Поэтому Хотелось бы Для своей страны Что-то делали Ну в сказки Там в какие-то В хорошие фильмы Потому что Очень дорого Все это стоит Надоело уже Смотреть Голливуд Хочется Что-то своего родного А есть ли еще Какие-то планы Кроме Какого-то Участия в кино Или Все уже достигнуто Все уже сделано Вы знаете В жизни Не может быть Все достигнуто Если человек Считает Что он Всего достиг То все Он Уже на этом Остановился Постоянно надо Искать себя В чем-то В новом Постоянно искать Новые стили Новые песни Музыку Так вот Каковы направления Этого поиска Ну вы знаете Я пою разную музыку Кроме попсы Ну вот Посмотрев Один фильм Мне хочется Что-то сделать Ну примерно Близко к рэпу Но такому Рэпу не Такому Рэпу же бывает Разный Но более такой Приемлемый Мелодичный Хороший Более интеллигентный Рэп Не такой уличный Рэп такой Как там Скажем У Тони Брэкстон Вот Общеизвестного Ваши страсти К хорошим парфюмам К хорошей одежде К хорошим туалетам Вот Нет ли планов Как-то В этом направлении Что-то сделать Может быть Что-то конкретное И свое В дизайне одежды В дизайне парфюмерии Вы знаете Я не то Что человек Ленивый Я человек Такой Творческий Что я не умею Выбивать Помещения Надо ходить Куда-то В мэрию Выбивать Какие-то Помещения Я хочу Свой клуб С хорошим С Своим Дизайном Своей Музыкой Чтобы оно Было Ни на что Не похоже Чтобы Ставим движения Какие-то были Выступления Артистов Какие-то Там Какие-то Вечеринки Были Интересные Чтобы народ Приходил Не просто Потанцевать Но потанцевать Еще Зарядиться Бурей Эмоций Энергии Хорошей Но это Очень сложно Нужно Ходить Выбивать В мэрию Помещения Это нужно Сказать Большие деньги Это все Очень сложно Потому что Все эти Боллинги Биллиарды Все это Очень хорошо Но Все это Уже устаревшее Что-то Надо другое Интересное И поэтому Очень сложно Хотелось бы Но Я Не привык Куда-то Ходить Выбивать Мне в этом Отношении Я устаю От бюрократии Я наверное Просто На каком-нибудь Приеме Каком-нибудь Приду Я просто Усну Потому что Такие Стук энергии Из тебя высасывают Я больше творческий Если так Мне лучше Дай помещение Я сделаю Конфетку Вот кстати По поводу Помещения И конфетки У вас Совершенно Уникальная Квартира В которой Масса Подарков Вам Памятных Расскажите Об этом Ведь вы Все это Создавали Своими руками Она Уникальна Всегда интересно Когда Да-да Всегда интересно Что ты сдаешь Сам Никто тебе не помогает То есть помогает Но идеи всегда твои Просто дело в том Что когда От первых моих концертов Там писали записки Потом Появлялись какие-то песни К песню тебе давали Какие-то сувениры Там Из пластилина Из Папье-марше Там какие-то там Всякие разные Есть исторические У меня Деньги Латышских Латышской Республики Есть какие-то там Картины Есть на украинском Написано Кухан Это бывает Ничего страшного Это не только здесь Это бывает Там Лампа Взрывается Это у меня бывает Такой на съемках Наверное Большой Избытка Энергии Вот Поэтому Для меня Она очень дорога Но хочется уже Для Считаю Что она немножко устарела Хочется Другое Новое Просторное Люблю много-много Места Чтобы было дома Меньше мебели Но больше места Чтобы стояла Аудиоаппаратура Видеоаппаратура Мягкая мебель Хорошая музыка Запах Каких-нибудь Хороших свечей Что восточного Ну и Хорошая компания Любимый человек Раскройте секрет Нашим зрителям В какую Часть Подмосковья Вы переезжаете Ну так вот Хотя бы намекните Ну Это очень близко От Москвы Всего лишь Полкилометра Вот Но недалеко От Барвихи Так что Жители Жители Барвихи Жители Рублево-Успенского Шоссе Могут Могут там Где-то Как-то уже Готовится Ну там Жители Я хочу сказать Что очень Избалованные Поэтому Избалованные И я к ним Поэтому я с ними Не очень буду общаться Я буду общаться Более с людьми И с теми Которые мне Просто близки По стаине Моей души По Я не люблю Пафосных людей Я люблю Вот человек Ко мне с добром И я к человеку Еще больше Буду с добром Мне больше Нравится Где Человек Ся чувствует Как в своей тарелке Без пафоса Без комплекса И Без всякого Этого Звездного Какого-то Такого Пристрастия Мы Все в жизни Профессионалы Один профессионал Поет Другой профессионал Хорошо снимает Оператор Третий ведущий Четвертый дизайнер Пятый Комиссионеры Делает Телевизионщики Я не знаю Архитекторы Космонавты Кто угодно Пожарники Милиционеры Просто если человек Будет Относиться С любовью К своему делу То он будет Профессионал Своего дела Среди ваших друзей Насколько я знаю Много людей Которые Вообще не имеют Никакого отношения Ни к эстраде Ни к сцене А почему так Не любите коллег Нет Ну я не то что Не люблю коллег Просто уже Настолько Не хочется Вне дома То есть вне сцены Говорить о музыке Настолько уже О ней устаю Как есть анекдот Он правда не очень хороший Потом Я его не буду рассказывать Не хочется Просто чтобы Думать о работе Я хочу Вне сцены Отдыхать И Наслаждаться Друзьями А не говорить о музыке Все это Просто Устаю Хочется о чем-то другом Хочется Ну не знаю Любить Гулять Наслаждаться Каким-то Чем-то хорошим Потому что Я знаю Что я воду на сцену Я абсолютно другой человек В жизни я Скромный Простой На сцену я выхожу На репетиции Я злой Требовательный Я не люблю халтуры Я становлюсь Ну другим человеком После сцены Я абсолютно Я после сцены Обыкновенный человек Потому что Еще раз Вернусь к тому Что Если Каждого считать Профессионалом То он Звезда Своего дела У нас привыкли Слово певцу Назвать всех звезд Звезда Это человек Который Долгое время Когда он родился Сделал что-то для людей И остался в памяти Звездой Звездой можно назвать Высоцкого Звездой можно назвать Майплесецкого При жизни Вот это звезды А эти все Это мелкая Возня Нашим шоу-бизнес Я даже не люблю Слово шоу-бизнес Я люблю Слово творческих людей Шоу-бизнес У меня такое ощущение Как будто Как конвейер Сегодня Один певец На конвейере Там понеслось Там по городам Отработал Он уже не интересен Не пулярен На свалку Другой То есть Вот это шоу-бизнес Я не отношусь К шоу-бизнес Я отношусь К творческим людям Которым мне Приятно петь У меня Была когда презентация В Кристалле И мы стали петь Feelings Ну можно Любовь была Там песня Петь там Summertime Или там Тонка Рябина Русскую народную песню Или там Ой-то не вечер Там Подмосковные вечера Все что угодно Вышел на сцену Я Ирка Уотева Сосо Павляшвили И выбежала Анита Цовин Мне так было приятно Что на сцене Анита Цой Одни песни поют И как она Низким голосом Спела очень хорошо В четыре голоса Было очень приятно Спеть С песцами Это было здорово Я всегда бы хотел Чтобы Анита Цой Пела другие песни Например Тоже как вот С Хлебниковой Мы были на презентации Говорю Маришка Че ты поешь Там вот такие песни Там Генералы Еще что-то Там Спел какой-нибудь Джаз хороший А не там Чашка кофею Например Примерно так Называется Ты же можешь Да Вот Или Когда был на репетиции Я у Иры Аллегровой Я так послушал ее У меня такое ощущение было Мы с ней пели романс Я вас любил И она начала репетировать И у ней И у нее какой-то хрип пошел Такой Сип Я говорю Мать Ты же можешь взять Просто репертуар Тина Тернер И спеть Зачем тебе эти девятки Десятки петь Эти какие-то песни Никому никчемные Поэтому Ну это мое личное мнение Там и Роти Я там сказал бы Она бы Могла бы петь Весь репертуар Шаде То есть Выйти на сцену И красиво Ну Так и почему Многих звезд Так переделал бы Ну Они считают Что на этих песнях Они могут деньги На девятках зарабатывать А если она будет петь Песни Там Тина Тернер Или там еще что-то Не будет приносить Наверное доход Но ведь это уже спето Нужно создавать Что-то свое Нет Но можно В стиле Тина Тернер Спеть И смотря Как ты споешь Как ты споешь Ведь песня Филингс Которую я Начал петь Ее пели Столько певцов А когда ты ее По-своему споешь Или там Ава Мария Баха Сиренада Шуберта Сколько так у меня Там всяких песен Которые Можно спеть По-своему Вроде как И в классическом варианте И вроде как Не в эстрадном Но по-своему Это всегда очень интересно В концерте Вы любите выступать Один Или любите выступать В сопровождении Спасибо, кто мне его приготовил Спасибо нашим администраторам В концерте Вы любите выступать Один Или любите С сопровождением С группой С шоу-группой Вот Как Как сегодня будет Как предпочтать Нет Как вообще Как Какие предпочтения Нет Ну лучше конечно С музыкантом выступать Естественно Ну а кроме музыкантов Ведь Насколько я знаю У вас были выступления Там И с хором По-моему И с балетом Уже в курсе всего Какие-то такие были Ну я каждый год делаю Какой-то Да Хоровая капелла у меня была Балет был Еще что-то Ну для музыканта Лучше всего музыканта Вот Но если у меня будет свой театр У меня есть очень хороший балет Который Лучше Я считаю Очень прекрасный балет Там школа классическая Потому что они все У них там педагог При большом театре Которая Женщина И у них там какие-то Французские Постановка Какая-то Очень много Они ездят за рубеж И Ну примерно Как Игорь Моисеев Но что-то немножко другое То есть Танцы от народов мира Но немножко вот Другое Но школа Очень красивая Очень хорошая Поэтому мне нравится И С другой стороны Очень сложно Столько Возить с собой Не каждый Организатор Возьмет все это У нас же нет личных самолетов Мы не совсем такие Звезды Как на западе Поэтому приходится Все делать своими силами Я и так с собой вожу Красивый занавес Блестящий Там типа Нью-Йорка Музыкантов И Это очень накладно И Получается Дорогим концерт Да Поэтому Надо все как-то Сделать так Чтобы было всем все хорошо Что ж Дай бог Чтобы все Все запланировано И все О чем мы сейчас говорили Все эти замечательные планы Все бы они сбылись А может быть Больше Больше И больше Чтобы мы вас чаще видели Не только на концертах Но и чаще видели На телевидении Ничего к сожалению Очень не хватает И к сожалению Время нашей программы Тоже подходит к концу Мы очень благодарны Сергею Что он сегодня был гостем В нашей студии И по традиции Мы завершаем Нашу программу Обращением нашего гостя К вам уважаемые зрители Ну в первую очередь Я хочу сказать Телевидению Спасибо большое За то что меня пригласили И за то что дали возможность Сегодня быть в эфире Для вас дорогие телезрители Я хочу пожелать вам здоровья Счастья Любви Праздника Сегодня замечательная погода Тепло И я хочу чтобы вы Веселились Наслажали друг друга Радостями Чтобы радовались жизни Чтобы как можно больше Было праздника Мир на земле И как можно больше Чтобы было всего самого хорошего И доброго Чтобы ваши все планы сбывались Спасибо До встречи на концерте Ну кто-то может быть уже После концерта Увидит эту передачу Пока Субтитры сделал DimaTorzok